Так получилось, что мы стали неизбежно конкурентами самих чиновников, у которых должны выполнять работы. В прошлом депутат ОКЗС Роман Трипаков говорит, что это война. В окопе по одну сторону замдиректор компании «Строймастер», обладатель краевых и федеральных наград, один из главных строителей инженерных сетей в крае с 2000-х годов, по другую сторону – Минстрой, который вмешался в спокойную жизнь компании в 2014 году. Должностные лица именуемого тогда главстроем ведомства, по словам Трипакова, вышли на него с неоднозначным предложением. Мы тебе все госконтракты, ты нам возврат с каждого в виде 6% наличкой. Конкретно сказано одним из руководителей, который предложил нам всего за 6% купить себе путевку в лучшую жизнь. Но мы на это не пошли. В итоге другая организация получила статус единого подрядчика, объясняет Александр Трипаков. А «Строймастеру» его строптивость быстро аукнулась. Для участия в тендерах вскоре ввели специальные критерии. Например, одно из условий контракта – газопровод длиной минимум 30 километров. Или подряд на строительство сразу нескольких объектов. Мы не достигали этого, объединяя множество лотов в воде. То есть брали абсолютно не связанные с друг другом объекты, сводили их и говорили, вот здесь же 30 километров. То есть проводя одну конкурсную процедуру, лишали не только наши предприятия, но еще и десятки других. А в 2016 начались суды. Администрации Ребрихи, Завьялова, Советского направили иски против строительной компании. Как объясняют руководители, травля началась по указке главстроя с целью внести «Строймастер» в реестр недобросовестных для очистки рынка от конкурентов. Показательнее всех оказалась история в Советском районе, где компания возвела два объекта газоснабжения. Иск о нарушении сроков предприятие отбило, но появилась другая претензия. Строители поясняют, проект был дефектным, понадобилась корректировка для выполнения работ, разработали новый проект, по которому и были построены данные объекты. А нарушения чиновники стали искать, используя старую документацию. Достаточно посмотреть актуальные проекты, станет ясно, нарушений на объектах не существует. В результате проведенного исследования, каких-либо отклонений от проекта документации и от тех видов и объемов работ, которые отражены в актах КР-2, нами выведено не было. В 2018-м «Строймастер» зашел в Бобровку Первомайского района, где строил отдельный этап газоснабжения. Местная жительница Анна Федорова рассказывает, что газификации села ждали много лет и рассчитывали довольно скоро пользоваться голубым топливом. Но с компанией внезапно договор расторгли, опять же из-за сроков. Как потом выяснила Анна, изначальный проект был оторван от реальности, его переделывали, что заняло время. На момент расторжения договора выполнили 98% работы. Пока компания и Минстрой разбирались между собой, шли месяц, и процесс встал, люди возмущались. В итоге суд разрешил компании вернуться на объект, а расторжение признал незаконным. К слову, другой контракт по второму этапу, за который отвечала Томская компания, спустя два года не выполнен, но она до сих пор не отстранена от объекта. Получается такая картина, при которой претензии к «Строймастеру», как мы сейчас выяснили, они были подрядчики, не было никаких, по большому счету. А претензии достаточно огромные к Томской организации, выполняющей второй этап. То есть из 26 километров мы смогли запустить только 6, которые построены «Строймастером». Провалилась и очередная попытка внести «Строймастер» в реестр недобросовестных. Антимонопольщики заключили, что причин для этого нет. Но параллельно руководство компании привлекли к уголовному делу в отношении должностного лица госинспекции по одному из эпизодов. Якобы директор компании Александр Трепаков предложил ему деньги, чтобы получить акт итоговой проверки того самого газораспределительного пункта в Советском районе. Размер ее, к слову, удивляет – всего 40 тысяч рублей. Обвинение предъявили предполагаемому взяткополучателю. Началось разбирательство. Эксперт собрал немало доказательств абсурдности самого дела. Вот только доводы последнего никто не учел и даже изучать не захотели, говорит Трепаков. Для чего давать взятку неуполномоченному лицу, который никаких решений при строительстве и приемке сдачи объекта не принимает. И его участие здесь исключается. Это подтверждают и документы от госинспекции и самой администрации Советского района. Инспекция не имела полномочий контролировать этот объект и тем более выписывать какие-то акты. К слову, по прошествии этого судебного процесса обвиняемая сторона даже не увидела акт, за который якобы давала взятку. Этого итогового акта не существует. Его не существовало в 2016 году, его не существует в 2017, его не существовало и не существует в 2020. Но поскольку факт получения взятки инспектором подтвержден в суде, строймастеру выписали штраф в миллион рублей и запрет участвовать в торгах. А позже возбудили дело в отношении его директора. И снова, говорит Александр, ситуация абсурдная. На руках у строителя есть все документы, доказывающие то, что сама возможность подкупа нелепа, так как на этом объекте госинспекция отсутствовала в силу закона. Но следователи прислушиваться к доводам не сочли нужным, отказали в допросе свидетелей защиты и сразу передали дело в суд. Мужчина обескуражен. Говорит его история. Яркий пример того, что сделать виновным можно любого. Никто даже не выслушает. Если кто-то захотел, два человека сказали, да, это он, я в принципе денег не давал. Не то, что как-то я к этому был привязан, я просто их не давал. Следователь не доказал передачу денег. Он просто закрыл дело и отдал в суд. Имея на руках неоспоримое доказательство невиновности, подтвержденное решением арбитражного суда и судебными экспертизами, говорит Александр Трепаков, ему может грозить уголовное наказание. Судебное заседание состоится уже в понедельник, 20 июля. Мы будем следить за развитием ситуации. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком.